Здравствуйте, дорогие участницы! Я рада приветствовать вас на вебинаре «От выгорания к балансу». Наша тема называется «От выгорания к балансу». Эта тема очень важна. Я считаю, что не только пять лет назад люди сталкивались с эмоциональным выгоранием, но и, я думаю, многие десятки лет назад эта проблема стала актуальной, просто сейчас в силу нашего ритма жизни, в силу нашей нагрузки на работе человек больше начал испытывать вот это вот состояние выгорания, состояние того, что люди теряют порой силы после работы. Наше мероприятие проводится в рамках инициативы САП «Качественные онлайн-услуги специалистов, помогающих профессий для социально уязвимых групп населения», которое реализуется Республиканским общественным объединением Белорусской ассоциации клубов ЮНЕСКО в рамках проекта «Международная техническая помощь и поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь». Проект финансируется Европейским союзом и реализуется программой «Развитие ООН-ПРООН в партнерстве с Министерством экономики Республики Беларусь». Мы с вами будем разбираться, что же такое эмоциональное выгорание. Я думаю, чисто физически эмоциональные люди в принципе понимают, что это такое, но есть определение, может быть, вы что-то новое для себя найдете в этом определении. Синдром эмоционального выгорания – это состояние, которое часто называют эмоциональным истощением. Если чувствуете себя физически и морально уставшим, неожиданно вам стали неинтересны любимые занятия, вы раздражаетесь и испытываете злость, знайте, это симптомы эмоционального выгорания. Итак, дорогие участницы, какие из этих симптомов вы бы отнесли к своему состоянию. Я так предполагаю, если вы пришли на вебинар по этой теме, значит, может быть, где-то, когда-то вы испытывали какие-то из этих… Итак, давайте мы с вами рассмотрим причины эмоционального выгорания. Вы посмотрите, может быть, что-то относится к вам, может, что-то новое вы для себя определите. Как правило, внешние факторы, присутствуют внешние факторы в причинах и внутренние. То есть внешние – это то, что, в принципе, от нас не зависит, но мы в силу нашей ситуации находимся, соприкасаемся с этими причинами. Внешние факторы – это отсутствие сплоченного коллектива, неблагоприятный психологический климат на работе, повышенная ответственность за исполняемые функции, хроническая напряженность психоэмоциональной деятельности, психологический трудный контингент. Это больше касается тех, кто работает в социальной сфере, психологи те же, преподаватели, у которых более активное взаимодействие с людьми. И также внутренние факторы. Чрезмерная эмоциональная чувствительность, восприятие и переживание обстоятельств профессиональной деятельности, слабая мотивация, эмоциональная отдача профессиональной деятельности, проблемы личностного характера. И здесь я бы хотела вас, уважаемые участницы, определить, какие причины именно к вам относятся. Тут даже можно определить, больше внешние факторы вы ощущаете, или же внутренние факторы. Какие факторы, внешние или внутренние, влияют на ваше эмоциональное состояние? Дальше мы с вами рассмотрим признаки эмоционального выгорания. Здесь я хочу вам представить четыре признака, которые вы, в принципе, можете даже наблюдать на начальной стадии. Можете просмотреть этот слайд и для себя определить, может, какие-то признаки вы уже начинаете ощущать, если вы не ощущали, или, может, не придавали значение, что вы их ощущаете. Эмоциональное истощение. К нему относятся потери интереса к жизни, безразличие к работе, эмоциональное бесчувствие. То есть здесь можно сказать, что человек становится более жестким. Следующий пункт – это дегуманизация. То есть здесь можно определить ненависть и раздражение к людям. Человек становится очень жестоким. Человек испытывает агрессию по отношению к окружающему миру и становится более черствым. То есть пропадают какие-то гуманные качества. Итак, дальше. Физическое истощение. Это хроническая усталость, слабость, бессонница, проблемы с аппетитом. Здесь уже сам организм вам подсказывает, что он хочет отдохнуть, он хочет расслабиться, он хочет выспаться, он хочет или покушать, или, может быть, наоборот, вы чрезмерно питаетесь и хотите заесть какие-то свои эмоциональные проблемы. Так, и следующим признаком является негативное самочувствие, обесценивание своего труда, низкая самооценка и неуверенность в своих силах. Как вы думаете, над этим признаком можно как-то работать? Можно как-то стараться его исправить? Мы с вами продвигаемся дальше. Я хочу с вами рассмотреть сейчас стадии психоэмоционального выгорания. Мы сейчас с вами их проработаем и решим, вообще на какой стадии вы находитесь. Первая стадия – это потеря уверенности в себе на фоне удовлетворенности работы. То есть работа перестает приносить удовольствие. Человек начинает теряться как личность. Следующей стадией является проявление психосоматических расстройств, как правило, бессонница и головные боли. Может, некоторые из вас слышали такое понятие, как психосоматика, как наши эмоции влияют на отдельные наши органы, на наше здоровье в принципе. И вот хотелось бы отметить, что опять я повторюсь, что наш организм дает понять, когда нам надо отдохнуть, когда нам надо восполнить наш ресурс, чтобы не выгореть полностью. Прислушивайтесь, пожалуйста, к своему телу. Следующей стадией у нас является невнимательность, рассеянность, потеря производительности. То есть те функции, которые человек раньше выполнял, как у нас есть такое слово, на автомате, у него теряются эти навыки, человек порой даже становится невнимательным. Так, давайте посмотрим следующее. Четвертая стадия – это проявление хронической усталости, сбой биоритмов. Ночью человек не может уснуть, вечером его клонят в сон, нескончаемые простуды и мелкие болячки. Эта четвертая стадия, она уже является более такой серьезной. И есть еще пятая, окончательная стадия психоэмоционального выгорания – это апатия, безразличие, перепады настроения, упадок сил, которые не проходят даже после выходных. То есть это уже явные признаки, что у вас эмоциональное выгорание. Итак, определились, на каких стадиях вы находитесь. Итак, сейчас я хочу вас попросить посмотреть вот на эту картинку. И напишите мне, пожалуйста, в чат, может, все-таки вы путаете эмоциональное выгорание с нормой, может, все-таки вы находитесь в норме, но вам кажется, что у вас легкая усталость, и вы принимаете ее за эмоциональное выгорание. Посмотрите, пожалуйста, на эти две картинки и решите, какой из них, первый или второй, вы относитесь. Рассмотрим следующий слайд. Эмоциональное истощение. Чем отличается эмоциональное истощение от усталости? Здесь важно не путать эти два состояния, потому что если вы самостоятельно или при помощи специалистов хотите решить вопрос, нужно четко определить, что вы именно испытываете. Эмоциональное истощение или усталость? Итак, если вы устали, вернуть себе ресурс можно за пару дней отдыха. Достаточно выспаться, выходные провести без телефона и рабочих вопросов, прочесть хорошую книгу, договориться с тренером о тренировке, принять ванну с пеной, прогуляться, прогуляться, и вы легко наполняетесь силами и энергией. Если вы испытываете именно такие чувства, то у вас, скорее всего, усталость. Но если же, если говорить об эмоциональном выгорании, то от него не избавиться за одну прогулку. Со временем оно может только усугубиться от стресса и постоянного нервного напряжения. Сон ухудшается, раздражительность растет, и чаще возникают конфликтные ситуации дома и на работе. Так, а еще я упустила такой момент, да. Если сон не спасает тебя, у тебя... Так, сон не спасает тебя, если у тебя устала душа. И здесь очень главный момент я хочу отметить, что действительно душе тоже надо давать отдыхать. Надо расслабляться, надо учить себя именно отключаться от всех вот этих вот житейских проблем, потому что работа с душой еще, наверное, тяжелее, чем работа с телом по восстановлению. Так что обращайте, пожалуйста, внимание и на это. Итак, работаем. Работаем над тем, как предупредить синдром эмоционального выгорания. И здесь я хочу отметить, что личные стратегии, которые вы только вы устанавливаете, вы определяете те шаги, при помощи которых вы будете контролировать, регулировать свое состояние эмоционально. Итак, первым пунктом у нас представлен во-первых, предлагаем изменить график. Опять же, если это очень удобно. Понятно, что не все могут поменять свой график, но тем не менее. Сократите количество часов, которые вы проводите на работе, ежедневно делайте перерыв. Кроме обеденного, можно еще пару коротких перерывов на чаепитие. Следите, чтобы не было переработки. Это поможет преодолеть синдром выгорания. Следующий пункт. Выработайте навыки преодоления трудностей. Снижайте уровень собственных ожиданий. Переосмыслите поведение сотрудников. Определите новые личные цели. Здесь я хочу отметить вот этот пункт, где переосмыслите поведение сотрудников. Иногда достаточно просто с пониманием относиться к людям, чтобы вы не распылялись именно на их какие-то особенности, потому что все мы индивидуальны, у каждого свои особенности поведения. И даже если человек высказывается как-то, может быть, даже некорректно. Знаете, как задают вопрос на исповедение. Вы прощаете всех, вот вы прощаете их за их поведение. Определите личные новые цели. Новые цели – это то, чего вы хотите достичь. То, к чему вы будете стремиться, несмотря ни на что. И, может быть, все те проблемы, которые встречаются вообще на пути вашим рабочим, они будут проходить как-то мимо, если вы будете сосредоточены на своей цели. Следующий пункт – это используйте социальные ресурсы. Запрашивайте поддержку своих коллег, пользуйтесь поддержкой родных и близких, и друзей. У нас обычно люди считают, что они совсем должны справляться сами. Нет, я считаю, что просить поддержку, просить помощи – это очень уместно. Просто когда человек старается сделать все сам, выгорание происходит намного быстрее. А когда человек компетентен в каком-то вопросе, он может вам просто подсказать более легкие пути решения проблем. Я сейчас как раз по этому поводу хотела тоже одну историю рассказать. Одна знакомая говорит, ну, помимо того, что она работала на основной работе государственной, она еще вечером, я даже уже не помню, но она еще вечером что-то или преподавала, ну, скорее всего, преподавала. И говорит, вот хваталось за все, хваталось вот там дадут пару часов, там поработать, хваталось за все. Ну, как бы говорит, копеечка, копеечка, надо копеечку заработать. А потом в один прекрасный момент она, вот как говорят, ну, заболела, да. Она поняла, что заболела, она, скорее всего, на фоне вот этого постоянного, ну, постоянной вот этой работы, что она хотела заработать денег. И в результате те деньги, которые она заработала сверх, пришлось потратить на восстановление своего здоровья. То есть я думаю, что один день, там, в два-три месяца за свой счет слишком много вы не заработаете, а для себя лично вы сделаете, ну, я думаю, большую работу, потому что один день именно спокойствия, тишины, отвлечения, вот этого вот внепланового выходного, ну, я думаю, что себя надо баловать, да. Вот, и еще по этому поводу вспомнилась одна история. Знакомая говорит, звонит родственница из Германии и говорит, я на больничном у психотерапевта. Она говорит, это как? А вот говорит, пошла на прием к психотерапевту, и мне дали больничный, потому что я уже на грани эмоционального выгорания. То есть в Германии это практикуется, будем надеяться, что все-таки это придет и к нам, потому что действительно человеку надо восстанавливать ресурс. А работодатели, да, они, ну, они увидели, Наталья, вашу ситуацию со своей стороны, может, действительно, ну, тут еще хочется сказать, что у каждого, конечно, своя какая-то граница, да, своя граница эмоциональной чувствительности, когда человек понимает, что он уже начинает выгорать, и он понимает, что ему надо поставить на паузу, на день. Я думаю, день это... Итак, следующий этап к предотвращению эмоционального выгорания будет такой. Сформулируйте размеренный образ жизни, уменьшите уровень эмоционального напряжения, спорт, так, спорт, горячий душ, массаж и так далее. Помните, что есть жизнь в дне работы. Это очень важно помнить, что вы дома, вы должны отдыхать, а не работать после работы. Это поможет избежать эмоционального истощения. Улучшайте состояние своего здоровья. Систематически занимайтесь спортом, спите. Достаточное количество времени выбирайте здоровое питание. Здесь я хочу сказать, что обычно, если люди работают умственно, можно компенсировать вот эти свои выгорания именно физическими упражнениями. То есть надо вот этот баланс соблюдать. умственное компенсируется физическим, физическое компенсируется умственным. Здоровый сон – это тоже очень важно, потому что… Кстати, напишите, пожалуйста, в чат, сколько часов вы спите? Мне очень интересно. Вы получаете достаточное количество времени сна, чтобы это не сказывалось на вашем эмоциональном выгорании? Так, следующий этап к улучшению нашего здоровья – научитесь себя анализировать, изучите собственные желания и мотивы, снизьте свои ожидания, измените стандарты, управляйте своим состоянием. И здесь я хочу отметить то, что есть люди, которые свою работу пытаются сделать идеальной. Тот результат, которого они должны достичь, они хотят идеализировать и сделать его безупречным, что, в принципе, забирает определенную силу, определенную силу и энергию нашу. Может быть, у нас есть такие люди, которые именно после того, как хотят улучшить свои результаты, находятся уже в эмоциональном выгорании. Есть у нас перфекционисты? Так, и следующим пунктом у нас является научиться говорить «нет». Как часто вы можете сказать именно вот это слово «нет», «извините, но сейчас я занят», «сейчас я не могу сделать то, о чем вы просите». Поставьте плюсик, пожалуйста, в чате. Те люди, которые могут обозначить свои личные границы. Хочу привести в пример одну свою знакомую, которую даже я лично прошу о чем-нибудь, да, говорю, ну вот нужна помощь или надо, чтобы ты помогла в какой-то ситуации. Я даже научилась у нее вот этому такой корректный ответ. Хорошо, давай так, я подумаю, и я отвечу тебе через минут 15-20. То есть человек определить для себя, в силах ли он помочь вам, или же, ну, она не может располагать таким временем, или у нее нет таких вот ресурсов, чтобы мне помочь. И это настолько корректно, и мне даже не обидно было, когда она мне отказывала. И это так аккуратно все получалось. То есть вот это вот очень важная часть наших вот границ, да, чтобы человек умел говорить нет. Возьмите себе на вооружение. Так, как бороться с эмоциональным выгоранием? Сейчас мы с вами посмотрим и определим некоторые моменты. Я думаю, что многие из вас, может быть, даже придерживаются этих правил. Итак, решите, готовы ли вы найти новую работу. Потому что люди в таком состоянии иногда действительно, да, им кажется, что все, у меня нет больше сил. Вот идет человек на работу, и у нее действительно нет сил, чтобы трудиться. Как еще одна моя знакомая говорит, просто день сурка. Пришла на работу, отработала 12 часов. Все тоже, все вот, все повторяется, все, работа монотонная, никакого разнообразия от начальства. Одни упреки человек слышит, никакого позитивного подкрепления не происходит. И, соответственно, у человека вот это эмоциональное истощение намного быстрее приходит, когда действительно на нашем работе, на рабочем месте часто нас хвалят вообще, вот чтобы у человека были ресурсы, чтобы он двигался дальше, да, чтобы ему было интересно приходить на работу. И вот эта же знакомая рассказывает, приходишь, 12 часов отработала, домой, опять вот эти все дела домашние, с детьми уроки, готовка и все остальное. И в результате она решила уволиться. Она решила уволиться, уже даже по просьбе родственников, уже все просили просто уходи, потому что уже там и ночные смены добавились, это еще тяжелее переносить было. и самому человеку физически, морально и родственникам. И да, вот человек сделал такой шаг. Я не призываю сейчас всех увольняться, не подумайте, это просто как пример. Да, она решила для себя, что я уволюсь и должно стать легче. Сейчас работа не так высокооплачиваемая, как хотелось бы и как была, но зато человек находится в состоянии морального баланса. Вот этот баланс действительно есть, когда жена встречает мужа с улыбкой, дети все накормлены, обогреты, уроки все сделаны без всяких нервов. Ну и вот это вот именно эмоциональное состояние уже приходит в норме. Так, выходных может быть недостаточно, это то, о чем мы уже с вами говорили. На пользу пойдет отпуск. Кстати, иногда так же, как и выходной, да, незапланированный отпуск тоже имеет место быть. Можно поехать на море. Так, это надо было, наверное, убрать. Море сейчас у нас под большим вопросом. Ну, в принципе, да, вот на дачу поехать, отвлечься, природа очень хорошо лечит наше эмоциональное состояние. Главное исключить рабочие вопросы и задачи во время вашего отдыха. Так, сейчас мы с вами, так, пришло время признаться себе, что кроме работы в жизни есть еще много прекрасного и побороть синдром. Опять же, здесь очень хорошо подойдет ваше хобби, ваше увлечение. Не забывайте про них ни в коем случае. Так, тут у нас есть маленькая такая диагностика. Даже не диагностика, вы можете себе просто взять под карандаш, да, пометочку сделать. Можете взять, разделить лист бумаги наполовину. Впишите в правый столбик все о той работе, которая у вас сейчас. Ну, напишите, какая ваша работа. А в левом столбике напишите о той работе, о которой вы мечтаете. Не зря говорят, да, найди любимое дело и преврати его в работу, чтобы человек с удовольствием работал. И затем сравните различия между ними. Различия между вот этими двумя столбиками и будут причинами выгорания. И над этим уже будете работать. Вы хотя бы зрительно будете понимать, над чем вы должны работать. Ограничьте количество ежедневных контактов, если работа связана с людьми. Если это не поможет, переведите, переведитесь в другой отдел. Ну, это уже, опять же, по возможности. Займитесь йогой или походите в фитнес, в спортзал. Опять же, это то, что мы с вами проговаривали. Пройдите курс ослабляющего массажа. Массаж всем рекомендую. Сама уже три года подряд делаю и понимаю, что действительно это помогает. Дорогие участники, сейчас мы с вами потихоньку движемся к подведению наших итогов. Здесь я хочу вам сказать, что возможность разрядки – это главный фактор профилактики эмоционального выгорания. Никогда не забывайте делать разрядку после работы, на выходных. Это очень важно. Итак, здесь мы быстренько пройдем по пунктикам. Вы можете себе даже или скриншот сделать, или опять же записать, чтобы вам было… Если вы вдруг решите определить, есть ли у вас эмоциональное выгорание или нет, вы можете придерживаться данной таблички. Вначале мы проведем диагностику. Как вы знаете, в интернете можно много методик найти, чтобы проработать этот вопрос. Потом определение стрессовых факторов. Вы для себя определяете факторы, над которыми надо работать. Это уже следующий пункт – работа со стрессовыми факторами. Восстановление ресурсов. Это, опять же, ваши любимые дела, хобби. Развитие компетенции. Ну, вы должны понимать, что вы должны сделать для того, чтобы выйти из состояния выгорания. Ну и, соответственно, как итог, выход из выгорания. Итак, наша встреча подходит к концу. Я хочу оставить вам свои реквизиты, если вдруг вы заинтересуетесь. Спасибо большое, что нашли время поприсутствовать на нашем вебинаре. Спасибо.